Думаю, что и так все прекрасно. Думаю, что стройки, которые будут происходить, все равно нанесут какой-то вред архитектуре нашему городу, особенно набережной. Побольше развлечений. Думаю, что определенно нужно сделать салоны, массаж, красота и здоровье. Ой, там много что надо добавить. Что вы, там целую реконструкцию надо сделать. Я видел проект по обустройству велодорожек. Мне кажется, это идеальный вариант данной ситуации. Побольше растений. Да все нормально. Надо каждому свои плевки убирать. Все хорошо. Ну, опять же, те же самые фонтаны очень неплохо. Ну, может, что-нибудь по декоративной, опять же, какие-то озеленения, какие-то кустарники, еще что-нибудь в этом духе. Вот цветы, чтобы были, чтобы скамеечки были, чтобы можно было присесть, подумать, почитать, просто отдохнуть. Побольше цветов летом и все, зелени. Побольше фонтанов. Я так буду. Это мнение Екатеринбуржцев. У нас несколько комментариев и вопросов от телезрителей. А, некоторые, кстати, вопросы. Спасибо вам. Про некоторые я даже забыла. Хорошо, что напомнили. Смотрите, какой комментарий замечательный. Вот сейчас то, что мы видим на картинках, это просто какой-то Токио. Ну, это же нарисовано пока, да? Это же пока нарисованы карты. Это отражает все проектные решения. Это совершенно реальная вещь. Это фотография. Вписанный проект в фотографию существующую. Это было наше требование как заказчика, чтобы проект был обязательно детализован. Не эскизно, там, предварительно нечто, а именно это проектные решения, прорисованные от и до. Но это будет именно так. Будет именно такой вид мощения. Именно такой бордюрный камень будет идти там в три лида. Именно такое ограждение. То есть это реальная картинка. Вот это то, что мы сейчас видим на картинке. Этого еще нет, это будет. И будет именно это, я бы вот уточнил. Это чертежи, созданные. И по чертежам построены картинки. Я бы только заднюю, вот эти картинки уже бы какую-нибудь премию выдала бы. Михаил, я предлагаю рассмотреть у вас там на уровне городской администрации этот вопрос. Спросите про мост. Это такой крик души от нашей телезрительницы. Его и сейчас там очень не хватает, а после этой стройки будет тем более не хватать. Ну вот еще раз, если вернуться к мосту. Можно я ответить? Мы возможность строительства этого моста оставили. То есть у нас в проекте сейчас мост пропал по финансовым соображениям. Сугубо как бы цинично именно из-за финансов. Их на мост нет. То есть мост стоит от 500 миллионов и дороже. Ну серьезная сумма. Если у нас получится построить с вами набережную за ближайшие 2-3 года, ну 2 даже, наверное, то можно вернуться к вопросу моста. Мы мост не исключаем этим проектом. Он возможен. Это транспортная связь? Да, пешеходная именно. Мы говорим о том мосту или мосте, не знаю как правильно, который идет, наверное, к Кургубцу. То есть именно пешеходный мост, это можно назвать второй очередью этой же набережной. Мы его не исключаем. Мы говорим про мост. Еще один комментарий такой с вопросом. Это наш единственный практически водоем в городе. Я понимаю, что купаться в нем нельзя. Это все понимают. Но запланированы ли какие-то зоны отдыха с шезлонгами, зонтиками? Ну такой вот, а-ля пляжный, да, такой отдых. Есть что-то такое? Был такой вариант. Мы делали пирс. К сожалению, по финансовым соображениям пирс у нас отстрекция. Ну не только по финансовому. Все-таки мы смотрели, что будет реально востребовано. Все-таки делать лежаки на Урале. Ну мне кажется, что сколько там процентов населения удивится, а сколько... Два дня то уж в году можно полежать. Два дня в году, несомненно. Поэтому смотрели все-таки то, что будет заполнено. Смотрели реально зоны, которые нужны. То есть без фантастики. Наверное, лежаки интересно, но... Вот смотрите, вопрос был женский. Мы с Натальей тоже, как девочки, я думаю, что Екатерина нас поддержит, выяснили, что было что-то такое предусмотрено. А мужчины со своим прагматичным взглядом и точкой зрения все начали сразу думать о климате, о погоде, о том, что нельзя. Ладно, в общем, не будет у нас зоны отдыха с шезлонгами, не климат у нас для подобного отдыха, тем более на берегу и сети. Еще один комментарий. Модный райончик получится. Там ведь еще Академию Карполя планируют построить. Есть какие-то сроки реальные? И, кстати, еще один вопрос туда же. А когда это все начнется, развернется? Сколько вопросов. Начнем с Карполя, он будет не там. Он будет на другом берегу и вообще, по-моему, за Ургупсом. Где Карполя, где берег. Не знаю, мне кажется, ошибается наш зритель. Какой второй был вопрос? Когда все начнется? Когда приедут экскаваторы, придут люди в спецовках и начнется работа, чтобы можно было рассказать, а тут у нас набережная будет? Утром деньги, вечером стулья. Сейчас мы рекламируем, реальность называть, мы рекламируем свой проект. Город показывает, что мы можем. Мы готовы. Мы готовы. Мы там ведем реальную работу, так называемые заявки в область на софинансирование. Мы работаем на эту тему. И если нам подтверждают финансирование, то экскаваторы выйдут через два месяца после того, как нам кивнут. Но ориентировочно-то когда начнется? Все-таки. Чтобы мы нашим зрителям могли сказать, через месяц начнется строительство, или через полгода, или весной? Через два месяца после того, как нам подтвердят финансирование, начнется строительство. А когда должны подтвердить финансирование? К концу года. К концу года. То есть весной. Было бы идеально. Мы об этом мечтаем. Ну вот. То есть пока мы можем так сказать, что весной начнется строительство всего того, что мы видели сейчас только на картинках. Всего того, во что вложено два года труда Натальи, которая у нас сегодня в студии, и Екатерины, которая у нас здесь в студии. Берега укрепления. Это все делается по льду, в зимних условиях. Это специально так? Это технология такая? Создаются сваренные поля. Спросите о чем-нибудь, Екатерины. Необходимо понизить уровень регионов, чтобы сделать первый уровень набережной. Поэтому, ну вот как делали ремонт у гимназии, это его тоже делали зимой, потому что, чтобы произведение... А, тогда же, кстати, очень много было смешков по поводу того, что, ага, летом не успели, денег не выцарапали, не выделили, и поэтому сейчас зимой вот там корячатся строители. Это технология. Зимой надо, чтобы грунт был промерзший, да? Механизмы нужны. Как только нового узнала сегодня? Я вам скажу, все-таки, если весной-то тут деньги, ну мы поймем, да? То мы сможем тащить сети под освещение, мы сможем чистить площадку там от того, что там это. Мы можем профилировать грунт. Работой найдется море на два года, поэтому я бы не привязывался к сваям, которые колотим вдоль берега зимой. Да, их колотят зимой, но для зимы можно чем-то заняться. Но мы к тому, чтобы было бы неплохо побыстрее начать. Да я с удовольствием не начал завтра. Но вместе с вами мы давайте будем посылать там сигналы в небо или куда-то на областной федеральный уровень по поводу того, чтобы к Новому году утвердили, например, или в районе Нового года. Мы этим с вами занимаемся сейчас. Мы уже поняли, что после, собственно, утверждения, выделения денег через два месяца все и начнется. Да? Ну давайте ориентироваться на весну. Я думаю, что там вот как раз где-нибудь там уже весной, ближе к лету, у нас будет повод поговорить уже о том, с какими сложностями придется столкнуться. Да, в реальности, уже во время работы, уже в работе с землей, с рекой нашей и с набережной. Мало ли чего. Ну дай бог, конечно, чтобы не было там никаких проблем или сложностей. Но все-таки про экстрим-зону. Вот еще у нас вопрос от нашего телезрителя. Да, будет она или нет? Про то, что там пляжа с шезлонгами не будет, мы там его выяснили. Хорошо. Ну да, у нас в проекте есть такая зона, то есть она для роллеров, скейтеров и велосипедистов. Мы эту зону разрабатывали вместе с представителями вот этого движения. То есть они нам помогали, потому что это какие-то очень такие специфические вещи, которые нам вот было трудно иногда понять. Опыта нет. Да, опыта нет. Поэтому привлекались специально обученные люди, как я это называю. Каких? Ну, команда называется Даутов Бразерс. Это мои друзья, я их сам туда привел. Это ребята, которые занимаются велодвижением, не устраивают вело всякие эти штуки, свои велокроссы. А, то есть те, которым потом придется там, собственно, кататься, заниматься. Да, и эти ребята с удовольствием, бесплатно, там вперед еще рвались. То есть дайте, мы хотим, мы так рады, что город, ну, как бы нас слышит. Они пришли, они все нам помогли, там сидели вместе. Ну, а что это будет, как это будет выглядеть? Я не знаю, какие там площади? Я не знаю, попросите, есть картинка. Картинка такая есть? Вот говорят, что есть картинка у нас. Если действительно есть, да, то посмотрите, давайте покажем нашим телезрителям. Тем более, что у нас от людей, от заинтересованных людей достаточно много. Потому что, ну, вот популярно это даже среди, в общем-то, не только людей пубертатного возраста. Взрослые тоже катаются на роликах. Вот маленькая картинка, но она есть и крупная, но... А-а-а, я-то думала, что это за выпуклости. А это вот эти вот штуки, это вот как раз и есть, вот где, это, боже, теперь все и стало понятно. А, ну, там же вот даже нарисованы роллеры маленькие. Да? Нарисованы же они пока. Прокат велосипедов. Вот вам еще, смотрите-ка, такой плюсик. Это Наталья и Екатерина Фонари, отпад. Нарисовано, офигенно. Это все комплименты в ваш адрес. Желают Екатерине и Наталье, чтобы все сбылось. Вот все, что нарисовано, чтобы все получилось, чтобы поменьше препонов. Михаил, вам люди желают тоже, чтобы пробили, продавили, потому что в этом заинтересованы все екатеринбуржцы. Вот, а, ну, собственно говоря, вот так вот. Так какая там площадь, говорите, у этой зоны, экстрим-зоны? Ну, метров 150. Метров 150? Ну, метров 200, скорее всего, побольше. А предусмотрена там какая-то, как-то, ну, для безопасности, вот... Ну, они огорожены стенами, чтобы они... Чтобы в речку не вылетели, конечно. Чтобы ограждение. Чтобы, хорошо. Тогда вот какой вопрос. Последний, пожалуй, на сегодня, потому что я уже поняла, что нам... Два вопросика задам. Нам осталось дождаться только вот того самого утверждения, выделения денег. Сколько времени займет вот с того момента, как начнут подтягиваться коммуникации, забиваться сваи, и вот до окончательного момента, когда приходят люди в пиджаках, играют в тушь, разрезают ленточку и хвалят архитекторов и проектировщиков. Ну, то есть... Два года. Два года. То есть... Период согласований. Город. Два года. Ну, это вот мне интересно, сколько займет уже сама стройка, отделка и всё остальное. Два года. Два года. Плюс, ну, не видно, наверное, на картинках, мы каждую мозаичку разложили в чертежах. У нас не просто закатали серым цветом, и здорово. То есть, я думаю, что мозаичке придётся ходить и прямо руками с рабочими разговаривать, что нарисовано вот так, делаем вот так. Походим, посмотрим. Вы будете ходить, и мы следим за вами. И самый последний вопрос. Вопрос от тех, кто живёт недалеко, кстати, от реки. Будет ли какое-то неудобство для жителей окружающих домов, районов близлежащих во время стройки? Много ли будет неудобств, не знаю, связанных с шумом, со стройкой, с грязью или с чем-то ещё? Да, конечно, будут. Цинично, по-простому. Стройка – это и есть стройка. Понятно, будем стараться мининизировать. Зато честно, правда? Нет, я сам 6 лет работал прорабом, вот предыдущий сюжет был про ночные стройки, да, есть процессы, которые делаются ночью. Будем стараться не шуметь, будем, мы сами город, сами будем ходить, строители просить. Слушайте, спасибо вам большое, что пришли. Мы сделали вот уже вместе с режиссёрами, с нашей командой вывод, что придётся вас, да, позвать весной, чтобы всё-таки выяснить, как там с деньгами, с выделением и начались ли работы. Вот, поэтому готовьтесь. Ну и, в общем, вот с того момента, как выделили деньги, да, и спустя два месяца будем уже засекать ещё 14 месяцев до того момента, как можно будет уже посмотреть, пощупать, походить, пофотографироваться, ну, или как минимум рассказать о том, что у нас теперь набережная длиннее стала на полтора километра. Так? Спасибо вам ещё большое, что пришли. Это была программа «Сумма мнений». Инна Боева была с вами. Оставайтесь с ЕТВ. Субтитры подогнал «Симон»!